Давайте проверим наши приоритеты. Представьте себе на месте великого раввина Робносенцви Фенкел из Слободки, который зимой спешил на вокзал, чтобы успеть на поезд. Этот поезд уже стоял на перроне и он уже практически начинал двигаться, поэтому он всеми силами пытался успеть запрыгнуть на него. И в тот момент, когда он проверял, что есть ли у него билет в кармане и когда он вынимал свою руку из его пальто, то одна из перчаток выпадает и ветер ее относит достаточно далеко в сторону. И тут у него дилемма или он прыгает на поезд и эта перчатка остается там или нет, он возвращается за перчаткой, но поезд уже ушел. Давайте посмотрим, как бы я сам поступил в этой ситуации. Время — это очень важно, поэтому следующий поезд, он был бы гораздо-бораздо через много часов, поэтому это жаль. Оставить перчатку там, с другой стороны, это моя перчатка, у меня остается одна, что я не смогу сделать с одной перчаткой, нужно забрать. И так каждый может подумать, какую спонтанную реакцию он был, как он себя провел в этой ситуации. И тут в этой ситуации он повел себя следующим образом. Он моментально, его рефлекс был взять вторую перчатку своего второго кармана, бросить ее в то же направление, как и первое, и прыгнуть на поезд. Он должен был попасть на поезд. Время — это очень важно, время — это жизнь. Но что он будет сделать с одной перчаткой? Тот человек, который найдет ту перчатку, он будет только с одной перчаткой. Поэтому он моментально решает, как это был рефлекс, чтобы бросить вторую перчатку, чтобы тот, кто нашел, эти перчатки у него было две. Почему он это сделал и почему многие из нас бы не подумали об этом? У нас на Цви всю свою жизнь он концентрировал себя, как помочь другим. Он постоянно думал о других. Поэтому его дилемма не была просто вот так вот сосредоточена, что для меня лучше. Он видел, есть окружение, есть кто-то найдет эту перчатку. Поэтому для него это было понятно, ясно, и он мог это сделать в течение такой реакции, в такой момент, чтобы сделать для кого-то лучше. Давайте постараемся разработать это чувство тоже у нас.